Вот и наступил долгожданный момент для работников телевидения. 5 октября в Домодедовском округе стартовал открытый фестиваль телекомпании Московской области «Братина», где самым почетным конкурсом является «Репортаж с колес», в котором участники фестиваля за один день должны выбрать темы, снять сюжеты и выпустить их в эфир. 6 октября зрители телеканала «Видное ТВ» смогут увидеть эти сюжеты. А вот какие темы видновчанам кажутся наиболее актуальными, давайте узнаем прямо сейчас. Мы хотели очень площадку для мужчин, чтобы они могли заниматься спортом, например, на улице. Вообще, вроде бы, как планировалось сделать такую площадку недалеко от первой школы, но что-то как-то не видно пока. А какой это адрес? Адрес школьный, по-моему, дома 11, вроде бы. Я даже, честно, точно не знаю. Вот школа номер один. Для меня очень актуальный вопрос – это реконструкция нашего любимого дома культуры. Чтобы дом культуры наш был, конечно же, обновленным, но все то, что нам так дорого, и то, за что мы так очень сильно боремся и ратуем, обязательно было сохранено. Вот я живу в Молоково. Там столько территорий, чуть ли не в центре этого селения, крапива, чертополох. И в то же время делаются дорожки всякие. Вот, например, дорога к кладбищу. Раньше можно было спокойно пройти, без машины, ничего там усилий не прикладывая. А сейчас эта дорога перекрыта, насыпали строительный мусор. И преодолеть, вот даже мне, довольно сложно. Ну, шестой микрорайон новый, Купелинка. И набережная вся, как едят они там, шашлыки делают, все вот это загажено, все. И между домов стоят контейнеры. Ну, выбросить туда, нет, они поставят здесь мешок. Ну, так разве можно? Проблема мусора вас волнует? Проблема мусора. И живет в основном там молодежь. Вот центр чистый. Я ничего не скажу про город. Я бы, в принципе, поднял тему, это семья, спорт и семья. Это где заинтересованы в развитии физической культуры, как начиная от малого возраста до старого. Бабушки, дедушки, мамы, папы и дети. Для детей, что очередь большая в садик. С детскими садами сейчас проблема большая. Большие очень очереди. Невозможно попасть. В поликлинику, чтобы записаться, иногда нужно по две недели искать талон. Город вырос и как-то не отстраиваются ни сады, ни поликлиники. Не продумано это. И пробки еще постоянные вот эти вечерние. Вот таким наш город и район видят видновчане. Ну, а какие темы для своих конкурсных сюжетов выберут участники фестиваля Братина, мы узнаем 6 октября. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Видное ТВ.